И всем привет дорогие подписчики канала Амбрала Тэч Инкорпорейдет, Верскер с вами на связи и сегодня мы с вами продолжаем проходить Shadow Tomb Raider, Лару Крофт, Перуанские джунгли, собираем вкусняшки. И благодаря местной контрабандистке Советского Союза мы смогли достать жмар, хорош, ну ладно, нам не нужен был, но мы дошли жмар, пистолеты, яды, отмычки. Так что это сейчас надо все собрать, чтобы туда вообще не возвращаться. Можно еще зато поохотимся, чтобы можно было еще продать, получить больше золота, потому что мы прокачали навыки у торгашей. С одной стороны, как бы надо было сразу торговца прокачивать моментально, но с другой стороны, не было в этом особой необходимости поначалу. А так, глядишь, мы с вами сейчас пробежимся по старым территориям, наверное, на это уйдет два эпизода, я так думаю. А может один, если быстро все сделаем, если на что-нибудь будем отвлекаться. Но тут еще есть гробница, которую нельзя было открыть без жмара, поэтому теперь-то мы можем открыть. Так что надо будет собирать сейчас все. Ну, почему нет? Это артефакты, это опыт, это новые очки, тем самым более прокачанная версия без кров, берсерковичный. И в результате это будет тотальная зачистка территории. Ну, точнее, все мелочевки. В прошлый раз мы с вами как раз-таки это сделали, открыли сундучки в Пайтите, плюс сундук у Фосетов. Сейчас надо будет в зону Леопардов зайти. Там тоже, по-моему, где-то был сундук. Мы сейчас посмотрим по карте, где эти сундуки еще разбросаны, они везде помечены у нас, что хорошо. Я только удивляюсь, что мы в Пайтите находим места, где вообще не отмечены на карте. То есть где-то есть еще один рюкзак-конкистадор. Ну, рюкзак-соследователь он же. Вот это меня больше всего и смущает. То есть где-то он есть, но я его не могу найти. Возможно, он даже, возможно, кусок территории не относится напрямую к Пайтите. Так, давайте сейчас сразу посмотрим. Тут и тут мы все зачистили. На гробничку можем не обращать внимания. Она всегда не нарекает, хотя по факту я там все зашел. Здесь все собрано. Ссоваться не надо. Хорошо. Вот тут гробница, которую... А, нет. Вот она, вот она. Сейчас гробница, мы там были. Туда я войти тоже смог. Здесь все нормально. Тут все закрыто, затяпано, заляпано. Так. Карты. Вот. Здесь у нас полно всего. Тут тоже полно всего. Но это подводный город. Нет, туда пройти можно. Наверное, давайте сейчас этим и займемся. Потому что без жюмара, ну точнее без отмычек, мы этот ящик не откроем. А я его сейчас технически открыть-то могу. Поэтому надо это сейчас сделать. Плюс нам стало доступно вот здесь еще и монолит дополнительный. Поэтому давайте мы сейчас телепортируемся сначала сюда. А потом мы вернемся в этот... Вернемся в город. Там задумано, скорее всего, новая заданница есть. Возьмем тоже. Прошерстим все, сможем. Пройдем в склеп. Тайнички пооткрываем. Вот такой себе примерный план. Давайте. Коль же в дальних частях все чисто. Так. Давай, Лара. Так. Нам с вами вот сюда. Храм Тиздежа. К пираньям и прочим прелестям. Кто соскучился по пираньям? Я дед. Но вы да. Я вас знаю. Вы точно по ним соскучились? Если не соскучились, значит вы мне братья. Потому что соскучились. Ну, кому не нравится, когда меня обгладывают пираньи? Да. Ладно. Пираньи пираньями. Ну, зато, в основном, и в воде говорят, у них... Ну, конечно, костисто тело, но мясо какое вкусное. Ни разу не... Нет, 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 нет. Я один раз съел пираньи в жизни, но давно в детстве. Меня как-то привозили нам тогда. Хоро... Так, знаете, костисто, реально. Зубастая тварь. Такая тонкая немножко. Ну, по крайней мере, такую мне просто тогда привезли. Пробовал. Одну рыбину. Ну, и понравилось. Вкусное. Но... Их немного было. Но привозили, да, я помню. Вот. Воспоминания есть, значит, и было. Шлемы врагов. В шлемах невозможно устранить быстрому голову, пока их шлем не будет уничтожен. Да почему можно? Ракетница это доказала. Сдойным Скалой Джонсоном. Моментально все зачищает. Правда, они говорят, что у Лары будет ракетница. Но у нее есть гранат. А это помогает. Ну, знаете, вот так мину положил. Или кинул-то гранатку прямо под яйца и готово. И шлем не нужен. Нет яиц, нет портелян. Как говорится. Самодельное оружие из бутылок, банок и других подобных предметов можно сделать смертельное оружие. Чем я говорю. Бутылки это коктейли молотов, банки это бомбы, другие подручные устройства это трупы. Лечение получив фулон удерживайте. Потому что... Почему так долго грузится? Неужели это все из воды? Там реально много воды, конечно. Там не целый затопленный город. Увак-яку. Так, давайте ориентироваться. Нам нужен он. Если я могу потом подняться сюда обратно... Оно того стоит. Оно вообще того стоит? Чтоб добраться до... Через весь вот этот хренов путь. Почему мне эти отмечки сразу с самого начала не дали? Вот серьезно. Вот реально бесит, что отмечек сразу не дали. Ладно, давайте. Навестим пираний. Может быть я найду способ потом подняться. Кыш, 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 кыш от меня. Кыш от меня. Кыш, кыш, кыш. Черт, они с самого начала там будут, да? А вот сейчас интересно. Если я заберу сундук и меня сожрут, я смогу вернуться? Ну, навряд ли. Потому что надо проплыть сначала часть подземным городом. Но... Попробовать стоит. Может, такой лайфхак сделали? Нет, ну реально, тащиться такой путь только ради одного сундука. Ага. Я хотел сейчас польгнуть, не дали. Они все равно рядом плывут. Пусть оплывут сначала. Только держи дыхание подольше лара. Так, давай. И вон туда плывем. Можно было бы выше, но там они среагировали бы на меня моментально. Давайте я попробую достать этот сундук. И потом я отдам Юносу и пирогил. Инти бог солнца у инков. Его создал великий бог Веракоча. Правители инков считали себя прямыми потомками Инти, поскольку он покровитель империи и бог войны. Ну, шикарный подход. Хорошо. Спасибо. Ладно, теперь давайте, жрите меня. Даю разрешение. Красиво, кстати, живут. Красиво и ярко, солнечно. А даже заболтей меня. А тут сейчас светло, солнышко. Да вы издеваетесь. Мне теперь отсюда плыть. Ну, хотя бы эта штука взята, уже радует. Ладно, выплывем в ручном режиме. Ну, что поделаешь. Я что, виноват, что здесь вот такая фигня? Пусть оплывет. Давай. Она уже вздыхается у меня. Давай, давай, давай. Ты можешь, ты можешь. И чуть-чуть осталось. Хорошо, я помню этот маршрут. А мог бы забыть. К счастью, здесь только одна дорога вверх. Теперь нам под джунглем лазать. Так, сколько у нас? 12 минут на все уходит. Из одного ящика тащиться в такую даль. Так, теперь давайте идти только туда нам остается. Кстати, интересно, а вот эти местные маньяки, они на меня среагируют или нет? Ну, к счастью, здесь тихо. Никого нету. Я думаю, проблем быть не должно. Ну, я не вижу, чтобы на нас кто-то нападал. Ну, если сейчас будут нападения, это вообще жесть будет. Ну, врагов я не вижу. То есть, главное мне сейчас двигаться и ни на что не попадаться. И все будет нормально. Так, подождите, а как мне... Ну, забы, как я сюда попадал. Что-то у меня как-то туда залазал. Что-то как он мне тут... Может быть, обход. Так, тут проход был раньше. Я что, спятил, что ли? А, все. Она не зацепилась в первый раз, и я ее не заметил. Сейчас, кстати, зато как раз-таки в город выйдем основной. А тут, кстати, ведь... Идти-то ничего не делало. Тут заодно и монолит, и там открыть сможем. Да, давайте так сделаем. О, птичка, спасибо. Так. Вот его я помечу, чтобы понимать, куда мне идти. Ну, реально, мы 40% игры уже прошли только тому, что я изучаю здесь все подряд. А, все, вспомнили. Ну, ладно. Так, мне сейчас главное вот этот монолит. Я покоюсь там, где раньше летели стрелы. Я охраняю дверь, которая больше не откроется. Я там, я покоюсь там, где раньше летели стрелы. Охраняя дверь, которая больше не откроется. Ну, ладно, допустим. Может, и про эту дверь? А тут дробовик нужен. Я охраняю там, где раньше летели стрелы. Слушайте, где-то вот здесь получается. Так. Ну, а жумор тут не поможет. Нет, ну там, где раньше летели стрелы. Это вот здесь. Это же логично. Ну, там я был. Там тоже. Охраняя дверь, которая больше не откроется. А какая дверь могла охранить вы здесь? Даже мне непонятно. Разжига в центре. Только вот здесь, в центре, разве что-то может быть есть. Ну, либо вот здесь. Охраняя дверь, которая больше не откроется. Вот тут очень много всего валяется. Вкусного съестного. Но это не здесь. У меня уже за пределами круга. То есть, смотрите, в рамках вот этого круга. Ну, тут, кстати, реально очень много мне стрел должно летать. Немножко какое-то расплывчатое понятие. То есть, мне нужно оббежать всю зону, поискать, найти, выникнуть. Я, конечно, такое люблю, ребят, ребяти, но... Чуть, скорее всего, где-то вот сюда мне надо. Там, где раньше были, слетали стрелы. Охраняю дверь, которая больше не откроется. Ну, расплывчатое, честно говоря, понятие. По всем меркам. Ра, ну, только единственная дверь, которая вот здесь есть, это вот. Это вот эта зона. Всё. Ну, что-то ещё можно охранять. Скорее всего, речь о том, что за этой дверью находится, я полагаю. Больше ничего в голову не приходит. Ладно. Идёмте сейчас тогда, во-первых, сюда. К склепу. Сначала возьмём его. У нас всё необходимое есть. Чуть что возьмём, заберём. После этого, через подводный проход, проплываем в деревню. Кстати, вот тут может быть что-то. Тут же тоже... Хотя нет, это точно уже за пределами зоны. Ну, ладно. А вот самый необычный монолит. Охраняй дверь. Охраняй то, не знаю что. Стоп. Тут костёр был? Ну, реально, тут костёр был. Я его не заметил в прошлый раз? Обычно все костры здесь у нас горят, если что. Так что моё удивление обосновано. Хотя нет, он тоже был бы в любом случае выделиться. Так, тут... Тоже дробовик. Всем дробовик нужен. Мусор кто-то опять выкидывает. Так, и вот сюда. Сейчас надышимся, потом опять вглубь. Забираем второй сундук. Вот. Я же помню, где ты находишься. Для янтаря эта штука слишком молодая. Возможно, это копал. Пахнет чудесно. Серьёзно? Засунуть так глубоко вот эту хрень? Я в возмущении. Так, давай забирайся, Лара. Давайте теперь изучать, чем здесь можем заняться. Помимо того, что веской будет бурчать. Ну, тут есть заданица. Так, а где он? А, он не отметился, что ли? Чё-нибудь. Ты ей обещала. Эбигейл слишком занята для этой билиберды. Она больше не ребёнок. Ей нужно заботиться о целом городе. Ты просто не хочешь, чтобы она гонялась за призраками. Привет. Обожаю старые карты. В детстве я считала, что все они ведут к сокровищам. Наконец-то она эмоции делает. А меня они только с толку сбивают. Кстати, меня зовут Лара. Ммм, Пилар. А ты совсем не похожа на обычную туристку. Спасибо. Вообще-то я археолог. Да, вот это похоже на правду. Тебе нужно поговорить с Эбигейл. Она больше всех знает про здешнюю историю. Мы уже знакомы. Эбигейл позволила нам с другом остановиться у неё, пока мы тут. А-а-а. Тогда ты желанный гость в Кувак Яку. Спасибо. Поверил со стомбой. Вам помочь разобраться в карте? Я и не должна была этого понимать. Правду я скрыла. Эбигейл узнает. Но прошлое все секреты скрывает. Марианне никогда не удавали стихи. Марианна? Бабушка Эбигейл. Она умерла от рака. Сегодня ровно год с её смерти. Соболезную. Мне очень жаль. Марианна хотела, чтобы Эбигейл получила эту карту в годовщину смерти. Но... Вы сомневаетесь? Не знаю, готова ли она. К чему? Это не моё дело. Но мне кажется, Марианна считала, что да. Ты права. С другой стороны, решать не мне, да? Ты не могла бы передать эту карту Эбигейл. За этой девчонкой можно гоняться сутки напролёт. Мои ноги такого уже не выдержат. Ну да, в её-то возрасте. Знаю, я думаю, человек, у которого тоже ноги часто взваливаются. Ну, короче, мы у вас... Дайте я немножко тут у вас покрасить. Чуть-чуть. Спасибо, что отнесла карту Эбигейл. Я пока ещё ничего не сделал, да? Мы в процессе. Эбби, это Лара. Привет, чужестранка. Как твои дела? Как Иона? Иона в порядке. Он с другом. С другом, ага. Да. И как её зовут? Его зовут Учу. Слушай, Эбби, я вернулась в Кувакьяку и нашла старую карту, которая принадлежала твоей бабушке. В городе есть один старожил, Диего. Он следит за общественным садом. Он увлекается картами. Думаю, сможет нам помочь. Встретимся там? Иду. Как раз подхожу. Я так полагаю, это вы? Помочь вам? Да. Я подруга Эбби. Мы договорились встретиться здесь. Мы хотели показать вам одну карту. О, ну-ка посмотрим. Отличная работа. Столько деталей. Рад, что годы её не испортили. Вы её уже видели? У меня, может, мозги с годами затуманились, но свою работу я никогда не забуду. Бабушка Эбби попросила меня составить её. Карта должна была стать для неё своего рода подарком. Какое качество. Здесь какие-то пятна. Три, видите? Хм, это не моих рук дело. Пахнет лимоном, верно? Лимон? За столько лет, да? Лимонный сок можно использовать как чернила. Может, послание появится при нагревании? Я воспользуюсь вашей жаровней. С ума сошла. Пожалуйста. Да она сгорит моментально. Как это работает? Лимонный сок — это органика. Он окисляется и темнеет при нагревании. Так мы увидим секретное послание. Так, слушай, это безумие. Столько лет прошло. Думаешь, получится? Нет, получится. Выясним, когда появится Эбби. Выясним, что? Помяни чёрта. Да. Я ангел Диего. Ты же знаешь. В детстве была сущим чертёнком. Эбби, Диего сказал, что твоя бабушка просила его составить для тебя карту в подарок. Зачем мне карта деревни? Я как свои пять пальцев её знаю. Послушай, твоя бабушка что-то спрятала на бумаге. Вот, едва видно. Думаю, это секретное послание. Невидимыми чернилами? Невидимыми чернилами? Серьёзно? Да. Ну, лимонным соком. Почему нет? Но это сработало. Так, что за послание? Пока не знаем. Надо нагреть? Не знаю. Можно? Посмотрим. Зовите Николаса Кейджа. И берите фен. Будем греть. Может, сфоткайте её? А то мало ли... Повезло, что жарба оказалась ростокой, чтобы она не загорелась. Смотри на эти знаки. Это... Три крестика? Место отмечено крестом. Как мило, бабушка. Эти точки далеко отсюда? Нет. Разделимся? Конечно. Я беру вот эти две. Конечно. Задицу джунглей нам... Спасибо. Какой-то секрет. Подробности. Бабушка Эбби, Марианна, писала лимонным соком вместо чернил, чтобы спрятать три маленьких крестика, как на традиционных картах сокровищ. Карта сокровища реально традиционная, я бы вам сказал. Они хоть у меня отметились на карте? Ну, допустим. Вот это озеро. Вот это вот озеро. Одно сокровище у этого лагеря. То есть, это карта деревни. Значит. А, они победились сами. Я думал, я сейчас самому надо... С одной стороны, я рад, что есть метки. Но с другой стороны... Блин. ДИНАМ что входной путь наверх мне сейчас к столу любопытно если я залезу наверх я найду что-то новенькое тут давай лара не торопись не смеши иди медленно мы же везде успеваем я подумал может там есть какой-то путь сбоку я не обратил на него внимание они почему не хочет не понимаешь старые развалины так далее а светит там я поставил метку здесь но светит она почему-то там привет какой-то ну ладно я что ешь ли в воду прото прыгать и нам ждать долгую загрузку нет конечно я лучше пешочком пройдусь ой зато вспомним классическую лару крофт легенд и андерволд помните в андерволде в андерволде начиналось андерволд андерволд второго после не фельхельман ала и не выжить не фельхельм а это был хельхельм хельхельм да 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 после хельхельман отправилась тэйланд красота ладно идете сюда ну что мешает от этой грязи высушить все тут где-то реки ну разберитесь вот реально ладно один-один-два-три зачем постоянно оставлять столько грязи поднимают джунгли но все же привет не так вы знаете сейчас в такие моменты вспоминаю старый добрый сиджайны и ролики когда так затемняется и должно появиться на все моменты старых игр когда появляется после затемнений сиджайны кастованный ролик как у пената сакаля иногда бывал такие вот в именно в парадизе или в параграде в этом ммрпг но тоже очень такая хорошая интересная но и быстро наскучивает но вступление там ого-го вот что-что вступление это на доме сделала качественно а то есть даже никакой не расширение да мне вход вот тут ты хочешь сказать что там еще длинный туннель без всего без чего были а лара кров и храмы судьбы кстати реально три точки три храма и я должен возиться с собаками да а бабка молодец о сразу баню с с этим как его славой подготовила знает толк в хороших съестных продукциях ничего не скажешь и плохого хорошее наследство нет ну а что заходи внучка попарся только ведерко с водой притащи сюда подливай водички парку поддашь собачек может быть погладишь он должен признать бабка постаралась у нее с наследством неожиданное развитие ситуации я ждал какой-то ну какую-нибудь мелочь но точно ничего подобное отдаю старушке должное она знает толк как заходи в защитить свои активы учитывая что все таки это перу страна с не самбо и сейчас возникла интересная идея может попробовать давайте лару в лаву кунуть я как-то не пробовал но сгорает моментально но ладно так все остальное забрали здесь да ну перепроверить стоит как у меня получалось до этого скажите где я забыл повернуть я смотрю у нас уже 39 минут 40 минут по сути нет в принципе на два храма там хватит сегодня времени сполна ну 40 45 так часу мы обычно стримим записывать так ладно давай так давай лучше уж сразу поверну ну вот не зря повернул так можно туда да только туда и надо забавно вниз не рекомендуется а мне нужно именно вон туда а все понял да да вот неожиданный актив вот тебе неожиданный актив от родственчиков да такой своеобразный а нам то нужно вот сюда молодец я ничего тут не оставил нет идем дальше но осталось тут все проверять тут хрен что найдешь даже так давай сработало и мизина не понадобилась ну-ка это я так полагаю чисто такой отступ небольшой сомневаюсь что на что-то важное есть добрались итак мисс кровь давайте раскрывать и с одной стороны есть трехступенчатый выступ похоже сделан вручную занятно с другой стороны край неровный будто отколотый это часть чего-то большего и так и знал собаки хреновы я к вам готовился я ждал нет никакие гиены нетушке детушке детушке нету нету ауч собакам не дают лучше в ламбу пожалуйста я так и чилж вот где А хотя давайте, кстати, испытаем Ну ладно Давай-давай-давай-давай-давай-давай-да-да-да Давай-давай-давай Есть Нет Крымные собаки Они меня, получается, намеренно сталкивать сюда хотят Так, все, я беру тяжелую артиллерию Никакой пощады, Лара Я иду в атаку Теперь Где эта собака? Ох ты, собака Так, 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 так Так, вот тебе и битва за бабкино наследство Так, давай, давай Иди сюда, шакал не доделаю Давай, 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 живи, живи Отлично, вижу Так, давай, Лара Давай, давай, весь Зараза-то какая же Надо найти хорошее место и просто чисто отстреливаться Так, ладно Попробуем луком Прямо старушка молодец Вот это у нее толчок Так, чем ненавижу эти Вот я прямо с самого начала чувствую, что здесь будут собаки Так, ладно Так, ладно, давай, Лара Я буду луком сейчас пользоваться Давай Не дают ведь, зараза Черт, что применяю и хотят меня пожрать Так, ладно Зараза Так Давай, 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 давай Метчики у меня достаточно Взять нас обетку Ее способ передачи наследства мне нравится Хоть я это и ненавижу Но мне нравится Хорошее испытание Редкая шкура Эти шкуры редко уже Красота Мне редкая шкура досталась Ну а что, тоже часть наследства Смотрите, сколько шкуры Ну, в принципе, да Выращивала, наверное Целое семиство расплодилось Потом Дочка Внучка Иди Примей их всех И продай Вот тебе денежки будут По местной валюте И шкурка всегда Ну, кстати, да В принципе, хорошая Свежая шкура Животного Редкая Причем Всегда в цене Бабки Респект Так, давай-ка Еще раз Если там тоже Сейчас будет собака Я Выбишусь О Красивая Ловушка Ничего не Как дела? Почти добралась Не знаю Куда А ты? Ищи камень С трехступенчатым выступом Один я уже нашла Нам нужно найти Еще два Ты профессионал Ну, так она и работает В этой сфере То есть, извините, сколько Только почему Низ подсвечен Как ловушка Если там И так все открыто Так, спокойно Мне по-хорошему Вон туда Надо А она не хочет Странно Мне пришло сейчас Посмотреть в бок Чтобы она могла Залезть В другой бок Замучаешься Так, давайте Я даже здесь Делал сохранение Вы меня знаете Я очень не люблю собак Я их крайне ненавижу Ну, кстати Посмотрим, сколько мы Сейчас уже Процентов пошли Надеюсь, если Сейчас будет 42% Нет, все Еще 40% Так Сезам Откройся И все Покидаем эту зону Эпидонаследство Начало Неожиданный поворот Так Сейчас выйдем Из этой пещерки Как раз 53 минуты 55 Уж многовато Если будем Сейчас второе Проходить Замучимся Давайте так Разобьем на две части Этот эпизодик Как раз таки На Среду Сегодня у вас И на четверг На завтра Идеально Ровно Выйдет Эпидонаследство Кто-нибудь готов Также Своим детям Внукам Правнукам Оставить Наследство Вы можете Забрать Кусок Древнего Нефрита При условии Что вы Живете Потасовку С Тысячей Одной Собакой В окружении Озера Магмы На глубине Около 30 метров Под землей Идеальные условия Не находите Самое то Для нас Что ж Ребят Надеюсь Что вам понравилась Сегодняшняя трансляция Спасибо Лара Хватит целиться Спасибо всем Кто нас сегодня смотрел Ставим лайки Пишем комментарии Ссылки на социальные сети В описании Если есть желание Поддержать Канал Рубликом Пока Стример не работает Ссылочка на Донейшн Тоже будет В описании Все комментарии С Донейшн Я показываю на стримах Ребят Большое всем спасибо Кто поддерживает С вами Вескер Амбрата Чинг Доброго всем вечера Дня Ночи Утра Ну и приятного аппетита Если в обед Удачи Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»